Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформиляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Добрый день, друзья, коллеги, партнеры. Так, как видно, как слышно. Так, отлично. Так, ну что, друзья, начинаем тогда очередную нашу встречу, очередную работу в преддверии нашей конференции, нашего международного форума, который начнется уже послезавтра в пятницу в Москве. Вот, мы как раз собираемся у нас первое, прям в 10 утра будет оперативка совет директоров. Вот, мы его проводим два раза в неделю в Цитриксе, то есть в интернете. В пятницу у нас будет уникальная такая возможность, когда все директора съедутся в одном месте и первый раз, я могу сказать, за полгода, за год, ну вот, за полгода, что мы сейчас работаем в фонде, вот, я, друзья, многих увижу просто в первый раз. Это тоже очень интересное такое событие, что очень многие, с кем я сейчас работаю, с кем в каждодневном контакте, с кем мы переписываемся, общаемся в скайпе, обмениваемся документами, ходим регулярно на рабочие совещания, а многих я просто ни разу никогда в живьем не видел. И это, конечно, очень такое интересное чувство, что с некоторыми я уже просто дружу, у нас очень хорошее отношение, увидимся в первый раз вот только в пятницу. Поэтому, друзья, это тоже несколько такое волнительное чувство, интересно, что с многими, как говорится, друзьями, коллегами, с которыми полгода работаем, вот, завтра, с одной стороны, будем общаться, как старые друзья, с другой, с нами, это заново. Это реально время, друзья, это интереснейший такой момент, что предположить, как раньше, что можно полгода с кем-то работать, общаться постоянно, ну, быть коллегой и друзьями, а живьем встречаться настолько редко. Ну, вот, друзья, это будет такой интересный факт. Значит, мы про форум обязательность будем ввести прямые репортажи в трансляции, обязательно потом сделаем хорошие ролики, покажем, расскажем, потому что задача, конечно, основной, которую мы перед собой ставили, и я думаю, что мы ее выполним на 100%, наверное, даже выше, это сейчас полугодовой отчет работы фонда, это сбор активистов и тех, кто уже начал работать и готов работать дальше, для того, чтобы всей нашей работе придать такой серьезный импульс, серьезный старт, потому что вы все следите, ну, не то, что надеюсь, я абсолютно уверен, что все следят за выступлениями генерального директора, генерального конструктора Анатолия Ильиницкого, который он сейчас провел по четвергам, два выступления, связанные с работой и с началом строительства полигона, то все, наверное, четко понимают, что объем затрат и объем финансирования программы резко возрастет, начиная с конца апреля, начала мая. Соответственно, наша задача, как инвестпроводящие системы и именно фонда, который организует венчурное финансирование посредством краудинвестинга, этой научной разработки, на нас тоже увеличится нагрузка, мы должны больше объема обеспечивать финансирование, это тоже абсолютно понятный вопрос. Но здесь, друзья, по логике и по статистике я могу сказать, что по темпам роста, как мы идем, в принципе, мы к этому и реально, и нормально подходим, и объем финансирования, который будет постоянно сейчас требоваться в увеличении в связи со стройкой, испытаниями, сертификацией, и, соответственно, по мере того, как увеличивается наша краудинвестинговая платформа, о том, как количество партнеров становится все больше и больше, людей, которые узнают о проекте, понимают, что это такое, и включается в этот проект, соответственно, это тоже говорит о том, что количество финансирования будет увеличиваться, и сегодня вот только наш фонд и вот наши структуры, мы перешли уже за 50 тысяч человек, которые участвуют в этом проекте, именно через нашу структуру, наш фонд, есть еще фонд Skyway Capital, есть еще напрямую акционеры, которые пришли непосредственно в компанию и купают акции и обязательства в этой компании, поэтому, в общем, нас уже, общих участников проекта уже превалило за 70 тысяч, вот, это, конечно, такая уже внушительная цифра, и мы еще тоже об этом сегодня поговорим. Итак, друзья, давайте традиционный опрос, Леша, запускай тогда, кто первый раз, кто не первый раз, чтобы мы видели статистику, как у нас появляются новички и как информация распространяется и делается. То есть, естественно, что, как вы уже, кто постоянно с нами ходит сейчас, вы видите, мы сейчас не ставим задачу презентации проекта, особенно на наших с Алексеем Суходовым вебинарах, мы все-таки более останавливаемся, определенные аспекты делаем программы, связанные с экономикой, с развитием и с основными актуальными вопросами, которые сегодня есть. А специальные презентации у нас ведут практически каждый день, это смотрите расписание, те, кто зарегистрированы в личном кабинете, вам в обязательном порядке приходит расписание, смотрите, посещайте наши занятия, именно потому что мы прежде всего образовательный обучающий проект, то есть мы доносим информацию о проектах, о венчурном финансировании, о инвестициях, о инвестиционной грамотности, и только потом уже, когда человек ознакомится с информацией, понимает, о чем речь, и, соответственно, для себя определяет решение, только после этого мы уже говорим о том, что возможно или невозможно, и на какие объемы, то есть на минимальные человеку рекомендовано было бы участвовать в проекте уже в качестве не сторонника и последователя, а именно в качестве инвестора. Это, друзья, абсолютно разные такие вещи, потому что у нас очень большая группа очень серьезных и нужных нам людей, это наши последователи, сторонники, которые хотят реализовать, чтобы этот проект был реализован, хотят увидеть те цели и задачи, которые мы перед собой ставим, это и новые технологии, модернизация, шестой технологический уклад, новой экономической эволюции мира и, как следствие, реально построение нового экономического уклада и, как мы это называем, экономического российского ковчега. Это очень важная для нас категория людей, но те, которые не являются инвесторами и непосредственно акционерами компании. А есть очень большая активная категория людей, которые уже, получив информацию, переходят в другую для нас очень важную качество, это уже из наших последователей, они становятся уже активными участниками, это мы называем тех, кто именно уже инвестирует, делает, продвигает, а тем более, кто привлекает еще новых участников. Потому что это, друзья, очень важный вопрос, без этого, без развития именно народного финансирования и большого привлечения количества людей, конечно, никакое развитие проекта в том плане, как мы сейчас ставим, быть не может. Так, ну я смотрю, у нас новичков сегодня совсем мало, вот это и абсолютно нормальный закономерный процесс, потому что все-таки мы ставим задачу сейчас именно более глубокого понимания и освещения вопросов, связанные с экономикой, политико-экономическим состоянием и прогнозом на то, что нас ожидает. Поэтому, естественно, наша задача вот с Алексеем сейчас, это давать уже более такой углубленной, расширенной ситуации. Я все-таки останавливаюсь на общем экономике и то, что связано вокруг взаимоотношениях, а Алексей дает очень четкие понимания с точки зрения техники, технических, технологических вопросов. Поэтому это его часть вступления и, соответственно, то, что он анализирует уже с тех трендов, которые есть, потому что вот за эту неделю тоже очень интересный вопрос. Это Алексей остановится более подробно, а я просто коротко, буквально одним словом, у нас это идет постоянно. Вот Анатолий Дуарович на последнем вебинаре, когда показывая строительство полигона, концепцию, которую туда закладывает и, соответственно, экотехнопарк Skyway, то есть показывая, что, как, какие будут технологии связаны с экологией, там, с развитием территорий, с сельскохозяйственным направлением, это тоже интереснейшее направление. Вот. И буквально Алексей тут же на следующий день нашел несколько сайтов и предложений, где Apple, такие гиганты, как IT-технологии, то есть пятого уклада, как мы их называем, как раз они представляют свой новый комплекс, который они собираются строить в лесу, экологическая зона, и если вы посмотрите, даже чем-то некоторые вещи напоминают, но то, что тренд, особенно то, что Амтульдаш показал, что сельское хозяйство и зона, которая находится над зданиями, это становится используемой, очень полезной площадью, это целая концепция, целое направление в сельском хозяйстве с использованием высокотехнологичного гумуса, который именно делает экологичность и производительность сельского хозяйства просто вводит на другие порядки, то если вы посмотрите, и Алексей это покажет ряд направлений, то все основные гиганты, которые сегодня делают и Microsoft Windows и Apple, то есть они все закладывают именно такую концепцию в офисное и в свою корпоративную структуру будущего, и это говорит о том, что это абсолютный тренд, и то, что делает инженер Юницкий, и даже в том плане построения корпоративного испытательного полигона и основного демонстрационного офиса, это тоже совпадает с тем, что демонстрируют сегодня крупнейшие технологии и компании пятого уклада, это тоже очень интересный такой тренд, потому что куда мы сейчас, как только начинаем двигаться и делаем, то есть мы декларируем логику линейного города, соответственно, сейчас Алексей тоже будет показывать, что в этом идут все основные компании, мировые лидеры, технологические лидеры, это тоже сегодня основной тренд создания гигаполиса, соединения крупных центров через линейные города, и это говорит о том, что туда стремятся многие, но как раз такой технологии у нас утверждение о том, что именно SkyWay, струнные технологии, это шестой технологический уклад, это то, что определит будущее, это как раз цель. Так, Алексей, я тебе скинул вот эту вот нашу картинку, то есть, друзья, у нас сегодня все-таки 1 апреля, поэтому сразу оговорюсь, сразу предупреждаю, что никаких шуток и никаких вещей сегодня, которые можно трактовать с точки зрения так или так, 1 апреля, я говорить сегодня не буду, это я вам просто обещаю, вот, поэтому те вещи, которые я буду говорить, они все сегодня крайне серьезные, вот, а это как раз я бы хотел, чтобы вы увидели и посмотрели, и ссылку, Алексей, кинь в чат, чтобы кто захотел, мог это, соответственно, скачать. Это, друзья, как раз рельефы, энтузиасты, это то, что касается сегодня нашей работы и то, что мы сегодня должны с вами преодолевать. Я сейчас хотел бы буквально на несколько минут прокомментировать нашу начало уже серьезной работы, связанной с юридическим оформлением гектара земли и именно с той работой, которую мы сейчас и как ролики, и как тренд показываем о том, что, видите, и Путин, и Трутнев все продекларировали о том, что будем двигаться в этом направлении, что надо использовать землю как ресурс развития, что вплоть даже вдоль Амура, то есть границы с Китаем, будем раздавать землю, чтобы люди там заселялись, то есть это стратегическое такое понятие о том, что это программа Петра Столыпина начала 20 века, которая активно развивалась. И, соответственно, заявляйтесь на гектар земли и делайте свой вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока. Вот, друзья, это абсолютно легло на то, что мы с вами делаем, связанное с линейным городом, с возможностями технологий, потому что это давно у нас обсуждалось, давно делалось. И мы, друзья, выступили инициативой получить гектар земли на наших партнеров, акционеров, те, кто хочет участвовать в проекте, для того, чтобы мы использовали его в логике линейного города и на этой земле начали строить сначала испытательную часть, ну, испытательная часть будет делаться на полигоне в Беларуси, а уже применение непосредственно к Сибири и Дальнему Востоку, то есть сначала первый километр, потом 5, потом 100, потом 500, соответственно, вдоль него выстраивание инфраструктуры, то есть это начало линейного города Евразия, который должен в проекте соединить Владивосток с Санкт-Петербургом, а потом дальше, конечно, и с Калининградом, а дальше это уже проект, который пойдет дальше в Европу, пока мы рассматриваем нашу евразийскую часть. Так вот, друзья, мы запустили механизм, на сегодняшний момент у нас порядка 10 тысяч заявок уже есть, значит, сразу, друзья, это вопрос, который задают сейчас очень много, что заявки отправили, что дальше, какая обратная связь. Друзья, мы с вами сейчас, пока то, что мы запустили и кого мы сейчас зовем, это первое, чтобы вы поняли, о чем идет речь, второе, чтобы вы захотели в этом участвовать, третье, чтобы вы отправили заявку. Эти заявки мы сейчас принимаем, это не значит, что начинается оформление земли. Оформление земли, механизм, только сейчас начинает разрабатываться. Вот я как раз всем нашим директорам говорил, у меня вчера была как раз первая встреча, когда мы начали на рабочем уровне с правительственными структурами, с структурами администрации президента обсуждать вопрос, как мы будем оформлять эту землю. Потому что, друзья, столкнулись мы с очень типичным для нас для последнего времени механизмом, что вот эти все репортажи, которые мы вам показывали, они все прошли по центральному телевидению, все увидели, я сразу задам вопрос, не буду ждать ответа, дам на него это. Как вы думаете, сколько заявок на сегодняшний момент поступило в полпредства в администрацию президента на получение этой земли? Я вам сразу могу сказать, около 20 заявок буквально на прошлую неделю. То есть, если там их чуть-чуть и больше, те, которых я не знаю, или может быть где-то они есть, то это все равно несколько десятков, ну может быть сотня. И все, то есть представляете, на всю землю, то что Трутнев сказал, что если мы даже каждому жителю Дальнего Востока дадим по гектару, еще миллион человек туда придаст, мы еще им дадим там по гектару, а можно и по пять, потому что земли там много, то это все равно будет ничтожно мало, потому что там сотни миллионов квадратных километров. Соответственно, это огромнейшая территория сегодня на всей земле, пригодная для жизни, которая очень комфортная с точки зрения и проживания, и с точки зрения сельского хозяйства, и вообще очень интересный такой климат, и с то же время она абсолютно сегодня не заселенная с нашей территории. С китайской территорией там даже не на порядок, а более чем на порядок больше живет население. Так вот, друзья, когда я сказал, что у нас на сегодняшний момент более десяти тысяч заявок, и они готовы, мы готовы в электронном виде дать реестр, то мне сначала не поверили. Потом, когда я пришел, показал, вот, значит, возник второй вопрос, а кто вы такие? И, соответственно, вот сейчас у нас начался очень серьезный как бы такой вопрос, согласование, объяснение, когда чиновники, особенно низкого уровня. То есть первое, что мне было заявлено, сказано, что вы понимаете, что так как это заявлено президентом и его предполномоченным представителем в Дальнем Востоке, то это очень большая ответственность. И поэтому вы, играя в этом процессе, вы начинаете как минимум бросать или на них тень, или работать там в этом направлении. Я говорю, а какую мы тень бросаем? Если они говорят, приходите, берите гектар, мы говорим, а мы ведем программу, и в нашей программе 10 тысяч человек уже заявились. А через некоторое время заявится 100 тысяч человек. И вот тут стал вопрос, а что вы за программа? А кто вы такие? А что вы хотите делать? И вот мы начали объяснять это. Я начал вчера, принес все документы, мы начали обсуждать, рассказывать, то есть пошел процесс, потому что мы должны выйти, вот как Трутнев сказал, на механизм выделения земли в электронном виде, чтобы была заявка, как мы хотим это сделать через нашу компанию. Мы даем не через нашу, а тот, кто хочет участвовать в нашем проекте, потому что заявку может подать кто угодно напрямую, здесь никаких вопросов. Мы говорим об участии в проекте Skyway линейного города Евразия, потому что технология позволяет строить инфраструктуру транспортную в Сибири, мы это будем показывать, демонстрировать, и мы это, собственно, сейчас финансируем как венчурный краудинвестинговый фонд, и мы, собственно, для этого и собрались, чтобы организовать систему инвестирования, сначала доведения информации, потом привлечения активных инвесторов, для того, чтобы финансировать этот проект. И я могу сказать, друзья, худо-бедно, но у нас это очень неплохо получается, потому что проект развивается, идет, инженеры работают, заказ оборудования идет, монтаж планируется начать уже апрель-май, так что этот процесс, друзья, идет, и поэтому мы его запускаем. Следующий вопрос, что мы делаем, линейный город, логика и Евразия, линейный Скайград, это прикладное значение технологии. Почему мы раньше не могли это делать? Потому что мы не приступили к созданию испытательной, доказательной базы для демонстрации этой технологии. Сейчас, когда-то она идет, по логике чиновников, вот с кем я вчера общался, они говорят, друзья, вы сначала это все построите, испытайте, сделайте, а потом уже приходите к нам. Я говорю, друзья, но когда мы все это сделаем, и это станет очевидно, становится всему миру, и это пойдет строиться во всем мире, то, друзья, мы опять встаем в позицию догоняющего уходящий поезд. А сейчас, почему мы не можем сейчас запустить и делать, параллельно готовить испытания и параллельно начать готовить этот вопрос, потому что мы знаем, что эта технология даст. Ответ традиционный для чиновников. А с чего вы уверены, что эта технология пойдет и запустится? Ну, тут я начинаю рассказывать, друзья, с 2001 года идут испытания, вот одна часть, вот вторая часть, вот мы подходим, шестой технологический уклад, Сергей Юрьевич Глазев, вы понимаете, вот это я не раз говорил на этом, на вебинарах на своих и при встречах, ну, это таких нашим узким кругом, когда, понимаете, друзья, второй стороны для разговора нет. То есть у меня было такое ощущение, что я вчера разговаривал сам с собой. То есть я им начинаю рассказывать, что, друзья, мы инициативная группа, мы хотим развивать Дальний Восток и вообще всю Россию. Мы делаем технологию, которая начинает выводить ее на другой уровень. Без этой технологии ни о каком развитии Дальнего Востока вообще речи быть не может, потому что одна железная дорога, Транссиб, которую построили за 150 лет, и сейчас Якунин с еще слабированием, академика Фортова, это президент Академии наук, который говорит, дайте нам все деньги Народного фонда благосостояния, то есть будущих поколений, и мы им построим еще один Транссиб, и соответственно увеличим транспортировку в два раза, и через 50 лет это начнет приносить прибыль. Понимаете, с таким подходом они сейчас готовы вбухать все деньги для того, чтобы деньги освоить сегодня, прибыль будет через 50 лет, и соответственно будущих поколений они прибыль тоже сейчас съедят. Я говорю, друзья, эта технология все равно, что проводить телефонизацию Китая с помощью медных проводов и вот этих вот дисковых телефонов. Там полтора миллиарда китайцев, и если бы каждому из них мы захотели, то Маккензи, это научный исследовательский центр технологический, который исследует технологии и развитие технологий, соответственно они посчитали, что всех запасов меди, добываемых за 100 лет до и 100 лет вперед не хватило бы, чтобы телефонизировать Китай. То есть другими словами, технологиями четвертого технологического уклада, то есть который был до IT, до интернета, до появления мобильной связи, невозможно было капитализировать Китай. Почему Китай сегодня показатель? Это самое большое количество пользователей мобильных телефонов в мире. Это самое большое количество пользователей мобильным интернетом в мире. И потому что их полтора миллиарда, соответственно, они это могут, не то что могут себе позволить, это естественно. И как раз выгоду от информационной революции, выгоду от внедрения пятого технологического уклада интернета, то что дали кремниевые технологии, получил в основном Китай. Индия в меньшей мере, потому что Индия не настолько сейчас развивающаяся активная страна, которая смогла внедрить в себе эти технологии пятого технологического уклада и настолько дать взрывной рост. Сегодня взрывной рост демонстрирует как раз Китай и Юго-Восточная Азия. Это Китай, сейчас следом рекорды бьет уже по развитию Вьетнам, там рядом стоит Камбоджа, там рядом стоит Лаос. Те, которые тоже сегодня, ну а Тайвань, Гонконг, они уже давно показали свое преимущество, Южная Корея, которая до этого еще сделала мощнейший технологический рывок. То есть это как раз Юго-Восточная Азия, которая с огромным населением, а сейчас это и Индонезия, и еще ряд стран, которые именно в этом регионе. И вот они сегодня, используя возможности пятого технологического уклада, делают рост. Так вот, с этой же логикой, если мы будем говорить, что нам надо создать новую транспортную инфраструктуру, новую инфраструктуру освоения Сибири и Дальнего Востока, и мы говорим, что это будет железная дорога, это все равно, что сегодня каждому китайцу тянуть медные провода. Это невозможно, это утопия. Поэтому сегодня железная дорога – это технология, которую Стефенсон разработал более 200 лет назад. Это технология даже не прошлого столетия, а позапрошлого столетия. И она к нам докатилась сегодня по инерции. То есть из-за того, что железные рельсы на шпалы и на насыпь, вот их как начали ложить при Стефенсоне, как осваивали еще Дикий Запад, то вот соответственно сегодня это пытается вывести в технологическую насыпь, в эстакаду безумно дорогую. Соответственно, это все уже технологические прошлые технологии. И когда мы говорим, что мы запускаем новую технологию, новую технологическую укладу, мы для этого собрались, и нам от вас, дорогие чиновники, ничего не надо, кроме того, что вы продекларировали, что вы даете землю. Мы хотим эту землю взять и на этой земле начать строить то, что мы хотим развивать, мы хотим делать. То есть сначала это демонстрация технологии, потом испытания, а потом уже линейный город, который даст стержень развития всему евразийскому континенту. Ну и как вы думаете, что вот я общался с вчера очень низким таким звеном, задача которого была взять от меня документы, понять, что я хочу, потому что мы написали письмо соответственно в администрацию президента на имя Трутнева для того, чтобы двигать и обсуждать, готовить дальше. Ну соответственно, я с этим поговорил, значит, что я очень хорошо понял и что они очень хорошо продемонстрировали, что они сделали посыл, они сказали, что президент Путин и Трутнев могут раздать сегодня хоть всю Сибирь, то есть миллионы гектар, приходите, и мы соответственно вам все это оформим и сделаем. И то, что всего там 20-30 заявок, это их, друзья, вполне устраивает, их это вообще не волнует. То есть о том, что... Так, друзья, звук есть? Звук, звук, звук. Так, звук есть, а изображение... Так, что-то... Есть изображение, друзья? Нет. Нет. Так, друзья, так, что-то у нас комната шалит. Я уже пару раз выкидывал, так что это... Ну давайте, будем сказать, что... Чиновники нас слушают. Да нет, друзья, знаете, так сказать, я говорю, сейчас, к сожалению, я очень много с ними обсуждал, потому что идет согласование, мы же сейчас запустили и заканчиваем регистрацию потребительского общества. Вот сейчас идет вот это обсуждение программы по гектару земли, потом мы сейчас обсуждаем ряд еще очень крупных, серьезных инвестиционных проектов, объем которых соизмерим сегодня со всем ВВП России. То есть мы об этих... тоже говорили об этих проектах. Сейчас мы начинаем согласование этих процессов. Вот, друзья, я могу сказать, что есть такая хорошая поговорка, называется «не льстите им». то есть для того, что вот они сейчас мешают, что-то делают, так сказать, это... Пока я могу сказать, друзья, настолько низкий уровень профессионализма и настолько низкий уровень понимания, что вот мы общаемся сейчас на конференциях, мы общаемся на вебинарах, общаемся на наших телемостах. Вот, кстати, вот в субботу у нас был очень интересный телемост, там более 700 из 12 стран, почти 400 точек включения было, 700 участников. Вот, то есть у нас мы единомышленники, мы понимаем, что делаем, а когда начинаешь сталкиваться, то я действительно как бы... Вот когда мне говорят, ну, вчера задали очень интересный вопрос. Друзья говорят, ну, мне говорят, а вы понимаете, какую ответственность вы сейчас накладываете, что вы 10 тысяч заявок, это значит 10 тысяч человек, которые вам поверили, отдали вам право получить землю для того, чтобы строить, а вы их обманете. И, соответственно, вы не построите это, и получаете, что 10 тысяч человек плюс члены семьи, а следить за этим будут миллионы. Вы представляете, какую тень вы бросаете на президента? Вот, я так говорю, друзья, а с обратной стороны, а как вы себе представляете, что вы на весь мир продекларировали, что вы раздаете землю, президент говорит, надо отдать всем желающим, труднее говорит о том, что надо каждому по электронному карте в электронном реестре выделить, и даете всего на всю страну в 140 миллионов человек, даете 100 заявок. Я говорю, а это не тень, это все не бутафория, это все не пустые слова. Ну, знаете, здесь, друзья, это нас не волнует, это не наш вопрос. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что мы начинаем очень серьезный, как бы сейчас такой вопрос, именно с согласования, то есть, и мы почему выбрали вопрос с землей, с вопросом, и не мы тащили их за язык, не мы придумали эту тему. То есть, мы с вами обсуждали, кто помнит на наших вебинарах, линейный город через логика Скайграда, мы это обсуждали очень давно, и Анатолий Дуарыч показывал на своих именно схемах, и у нас очень много визуализации этого линейного города, это уже почти год все это делается. И когда сказали, что мы готовы дать желающим, кто хочет осваивать эту территорию, а мы как раз и хотим осваивать, мы хотим там целый город новый строить, который пройдет через всю территорию, осваивать новые месторождения, строить новую технологию, и это будет освоение вообще всего евразийского пространства. То есть, они нам продекларировали, и мы говорим, ну хорошо, если вы это предлагаете, мы готовы брать, давайте оформлять. И вот сейчас вот началось самое интересное, это началась практика, то есть, началось реальное взаимодействие, и Трутнев тоже в своем интервью сказал, что пока механизма нет, пока как это все организовать и сделать, нет, вот сейчас мы как раз и на следующем вебинаре, друзья, мы вам покажем уже как раз письмо официальное, которое мы от нашей группы написали на представителя президента, на Трутнева, на председателя правительства и предложили совместно разработать механизм передачи этой земли, совместно разработать механизм ее экономического освоения, соответственно, разработать процесс и ответственность за это. То есть, мы выступили инициаторами, что, друзья, давайте это делать. Мы предложили создать совместную комиссию, такую экспертную, для того, чтобы разрабатывать этот вопрос. То есть, здесь я вам сразу могу, друзья, если кто-то думает, что это будет делаться быстро, в течение недели, два или месяца, я могу, друзья, выбросить эти иллюзии. Те чиновники и те, которые сейчас делают, они так работать не умеют. Это мы с вами. То есть, два месяца назад пришла идея, мы сейчас реализовали, сделали, запустили и уже проектируем город и уже собираем заявки. То есть, мы полгода назад собрались, мы сегодня уже финансируем, делаем, мы приступаем к строительству и так далее. Те люди, которые сегодня принимают решения, говорят, они так работать не умеют и не хотят, потому что им этого не надо. Они живут в другом времени, они живут в другом измерении, они отвечают за какие-то другие вопросы. Они вообще, так сказать, вот я когда Аркадия Дворковича слышу, вот, у меня такое ощущение, что он вообще живет в другой стране. Он вице-премьер правительства Российской Федерации, но он какой-то живет в другой стране и отвечает за какие-то другие вопросы. Потому что я буквально там полгода назад был на одном совещании, где Аркадий Дворкович там комментировал, делал вопрос по пригородному сообщению транспортному, железнодорожному. Там были проблемы, ставили и все, так сказать. И кто помнит, чем это закончилось? Три месяца назад железная дорога остановила пригородное сообщение в 50 регионах страны. А что такое для пенсионеров, для очень многих людей, для которых и пригородные электрички перестали ходить? Все, они остались отрезанными от жизни. И президенту пришлось вмешиваться в этот вопрос, ручное управление, для того, чтобы вице-премьер, который курирует, вызвал олигарха, который управляет железной дорогой, это бывший разведчик Якунин, для того, чтобы они наладили этот вопрос и электрички все-таки пошли. Представляете, какой бред происходит в нашей стране с точки зрения управления. И сейчас, как бы говорят, вот дальше там личное вмешательство президента, так что у нас президенты, помните на вебинарах, мы тоже это комментировали, то есть оказывается, для того, чтобы чиновник выполнял свою задачу, чтобы ездили пригородные поезда, а дальше мы так договоримся, для того, чтобы ездили пригородные автобусы, а потом городские автобусы, а потом городские трамваи, а потом, чтобы еще и продавался хлеб в магазинах, для этого президенту надо вмешиваться, чтобы чиновники, которые стоят на должностях, они должны выполнять свои обязанности. Это, друзья, просто очень интересная система, и это очень интересный вопрос. То есть, я как бы очень много вызывает вопросов. Поэтому, то есть, я уже, как вы понимаете, очень много комментирую деятельность, там, вице-премьера Аркадия Дворковича, потому что он курирует и новые технологии, и инновации это у нас с вами, и транспорт, и так далее, и так далее. И, соответственно, все, за что они берутся, вместе с его шефом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который председатель правительства, то все это так и доходит. Поэтому сегодня пришло время других решений. И вот как раз мы сейчас начинаем, и то, что мы с вами участвуем в такой инициативе, это как раз, друзья, когда мы говорим, что, ребята, если вы сами не можете сделать, дайте мы сделаем. Нам не надо сегодня, мы разрабатываем регламент, мы сделаем вам электронную, мы сделаем абсолютно четкий документооборот, мы сделаем юридическую защиту, вы просто не мешайте и следите за тем, чтобы это было в рамках закона, если вы сами ничего не можете сделать. А если можете сделать, давайте быстро то, что вы продекларировали. Трутнев сказал, что за пять минут надо оформлять и миллионы людей пускай сюда приходят. Все. Или они это говорят для того, чтобы говорить. Вот в чем вопрос. Если они просто сотрясают воздух, чтобы делать пиар акции и, соответственно, за счет этого повышать рейтинги, это, друзья, одно. А если реально стоит задача освоения Сибири и Дальнего Востока, если реально стоит вопрос освоения новых территорий, внедрения технологий, шестого технологического уклада и полностью выведения страны на новый экономический уровень, то, друзья, здесь бла-бла-бла словами не обойдешься. Здесь из-за того, что мы делаем инновационную технологию, экономику, о чем Медведев говорит уже 10 лет, и, соответственно, с их инновационными центрами, типа Сколково, Венчурного фонда и так далее, и так далее, которые уже сотни миллиардов долларов за это время потратили, и как результата, я как понимаю, мы не увидим никогда. Соответственно, вот Чубайс у нас две недели назад выступил о том, что нанотехнологии в этом году может выйти на прибыльный принцип, то есть она не только будет брать деньги от государства, но еще и обратные возвращения. Ну, а когда он понес по поводу, что они собираются это делать, то, друзья, это, конечно, то есть анализу, особенно с точки зрения технологии и инноваций, здесь никакому не поддается. То есть ты начинаешь понимать, что те десятки и сотни миллиардов долларов, которые они закопали, причем они сами признают, что они их вложили в основном за границей, другие технологии, соответственно, это становится все очень и очень печально. Так вот, друзья, мы сейчас, это то, что сегодня моя задача была вам прокомментировать и показать вопрос по земле, что это очень важный вопрос, это совместно, когда срослось несколько технологий, то есть то, что Юницкий разрабатывал, делал десятки лет и сегодня уже приступили к испытаниям и к строительству, испытаниям полигона, это самой технологии, которая позволяет показать транспорт второго уровня и это общий тренд. Второе, о том, что сегодня геополитически абсолютно понятно, что если мы не освоим сегодня наши пустующие территории, то, во-первых, это будет делать кто-то другой, а во-вторых, мы не получим ресурс роста, который сегодня нам крайне необходим в условиях, когда страна просто нуждается в модернизации и когда она вышла в противостояние, а противостоять может только сильный. Если в боксе первоклассник выходит против чемпиона мира или против мастера спорта, он просто умрет от первого удара, это абсолютно точно. На равных может драться только профессионал такого же класса. Если мы сейчас говорим, что мы серьезная страна, что мы сверхдержав, что мы обладая самой крупной территорией в мире, способны ее защищать, то мы должны соответствовать и экономике, и управлению вообще страны этого третьего тысячелетия и 21 века. Если мы этому всему не соответствуем, то это все болтовня, значит это время поменяется и тот, кто болтает, их тоже не будет. Это абсолютно точно. И вся история это показала. То есть мы не раз приводили примеры исторически очень важные. Это реформа Петра Первого, когда надо было провести модернизацию в индустрии, в военной технике, в наубе. То есть тогда именно и возник университет и после этого уже Ломоносов создал научную школу. Для чего? Потому что невозможно иметь военную науку, модернизировать и индустрию без серьезной технологической научной базы. Поэтому она была создана и российская научная школа абсолютно всегда была одной из лучших в мире. Соответственно реформа, как мы показали, это начало 20 века, когда большевики Гойлру провели план для того, чтобы провести электрификацию, а за ней индустриализацию. Это позволило выжить в стране и соответственно занять свое место и достойно практически весь 20 век жить на этой территории. Соответственно после 1991 года этих сложных политических изменений мы опять стоим на пороге, когда если мы не обсваиваем, если мы не становимся экономикой, соответствующей сегодняшнему требованию, то очень много желающих соответственно сегодня пересмотреть карты мира, пересмотреть владения месторождениями, пересмотреть сегодняшнее устройство. Поэтому это сказать, что сейчас что-то меняется или за последние 2000 лет это уникальная ситуация, нет. Она была постоянно. постоянно у России пытались откусить и ее пытались всегда побороть, всегда пытались навязать свою волю, всегда пытались уничтожить русскую культуру. Это было всегда. И соответственно она всегда, как показывала практика, себя сначала, она всегда находила пути к выходу и всегда становилась после этого еще более сильной. Поэтому ни у кого нет сомнений, что на сегодняшний момент точно так же произойдет. И мы как раз с вами, друзья, чтобы вы понимали в проекте. Мы как раз с вами этим и занимаемся. Мы стоим на острие сегодня, на острие науки, потому что это новые технологии, это ядро шестого технологического уклада, который открывает как раз те возможности, окно возможностей, о которых Сергей Юрьевич Глазев говорит с точки зрения экономики. Мы с вами стоим сегодня на противостоянии, что вот эта, скажем так, отсталость или вот это ватное мышление наших сегодня коррумпированных чиновников, которые думают просто о том, как набивать карманы абсолютно их больше ничего не интересует. Есть вопрос, если мы только будем от них зависеть или ждать, когда с ними что-либо произойдет или, соответственно, как с сахалинским сегодняшним чиновникам на его место назначат другого, а с этим будут разбираться, это, друзья, все равно путь в никуда. Мы с вами должны делать то, что от нас зависит. И как раз уникальная возможность, которая сегодня открылась с помощью интернета, это нашего младшего брата, как мы его называем, информационного пространства, когда мы можем доводить информацию, собирать усилия и двигаться. Крауд-инвестинговая система, то есть это возможность инвестирования, когда вы понимаете, интернет-банкинга, то есть сегодня очень возможность оплаты, возможность в интернете, которая сегодня есть. Вот мы как раз все это собираем и мы начинаем реализовывать проект, который зависит только от нас. И здесь, друзья, я могу сказать, что строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, и дальше мы как бы строй Евразию, потому что без Евразии, в Евразии без транснета и без новой сети, соответственно, абсолютно никакого развития быть не может. Это уже не пустые слова, это абсолютно то, что мы с вами реализовываем. И я еще могу сказать, как анализ того, что сейчас происходит уже опять общение с чиновниками, я могу сказать, что, друзья, как бы это печально не звучало, но кроме нас с вами здесь сделать никто ничего не сможет. То есть пока мы не придем, сами не сделаем, то, соответственно, ждать можно еще бесконечно долго. А так как бесконечно много времени у нас с вами нет, то, соответственно, будем делать, будем реализовывать, у нас с вами есть графики, у нас с вами есть планы, есть планы строительства полигона, есть планы испытательных работ, есть планы сертификации, есть планы построения уже новых адресных проектов, соответственно, которые будут это применять. Поэтому, друзья, мы как раз будем двигаться по этому пути. Это зависит только от нас. Конечно, чиновники, вот как Литва показала, это когда политические, если там будут серьезно мешать и серьезно делать, то на какое-то время они могут сдвинуть этот вопрос. Но, друзья, если я сейчас предположу, что, допустим, наши чиновники сейчас начнут очень резко работать против проекта и начнут мешать, там, ну, закрывать интернет, там, арестовывать счета, там, я условно говорю, что что может произойти. Но что, друзья, это остановить невозможно. Это что? Уменьшит вас интерес к этому из-за того, что какие-то чиновники начнут мешать. Но это значит, что вести эти вебинары мы будем не отсюда, откуда-то, из другой страны, из другой точки, там, и работать мы будем тогда не сегодня на тех людей, которые находятся, а на кого-то другого. То есть, друзья, остановить это невозможно. Как реально живущий в этой стране, как являющийся патриотами этой страны, понимая, что без этой технологии, как это ни странно, мы сейчас из-за того, что они не понимают, мы делаем будущее, мы спасаем эту страну. И то, что Анатолий Дуарович сейчас это делает, там, в Минске или еще в каком-то другом месте, это как раз говорит о том, что не потому, что нам помогают, а вопреки. И когда эти чиновники это поймут, а они, скорее всего, не поймут, поймут те, кто на их место придет, то, соответственно, они оценят по достоинству того, что мы с вами делаем, и того, и того, каких результатов мы с вами достигли. А сейчас, друзья, я могу сказать, что Дмитрий Иванович Менделеев там четко определил линию, что если время технологии пришло, никакая сила ее не может остановить. Ну, представьте, если бы в начале 90-х какой бы чиновник из администрации пытался бы остановить развитие интернета или мобильной связи. Ну и что? Понимаете, так сказать, это глупости все. Точно так же и сейчас, что пускай они занимаются своими делами, мы будем заниматься своим строительством, демонстрацией, построением адресных проектов, объяснением новым возможностей каждого с точки зрения уже и построения бизнеса и инвестиционного, как в этом участвовать. Ну вот, друзья, я считаю, что эта тема как бы для всех очень важная, и мы в ней очень активно двигаемся. На следующей неделе мы вам покажем уже ряд писем, которые сегодня мы начинаем административно согласовывать и делать. То есть это, я сразу предупреждаю, начало длинного-длинного пути, который в конечном итоге должен дать результат, что каждый, кто в нашем проекте заявился на гектар земли, мы все-таки должны его делать. То есть мой прогноз, я думаю, что на это у нас уйдет где-то 3-4 месяца, то есть реально где-то к лету, может быть к середине лета, мы все-таки выйдем на то, что начнем реально оформлять и реально начнем получать эти гектары земли. Соответственно, насколько мой прогноз окажется верным или неверным, друзья, мы его скорректируем и вы будете свидетелями этого вопроса. Мы будем вам показывать, рассказывать, отчитываться, показывать все ответы, которые дает Росреестр, администрация президента, Министерство по развитию Дальнего Востока, региональная администрация. Пока я могу сказать, что настрой у всех очень оптимистичный, то есть нас уже ждут, допустим, в администрации Приморского края, в администрации Хабаровского края, которые просто готовы оказать содействие в выделении земли уже со своей точки зрения. Поэтому, друзья, могу сказать, что работа идет, идет очень активно, и соответственно, те, кто будут, это я уже так по секрету немножко скажу, те, кто будет на нашем форуме, они увидят уже реально масштабный макет того, что мы будем строить с вами на той земле, которую мы сейчас оформляем. Ну, а соответственно, всем остальным мы это покажем по интернету, и вы реально увидите, как это будет строиться и как это будет выглядеть. Ну, все, друзья, я тогда передаю слово Алексею, вы можете в чате мне задавать вопросы, соответственно, после Алексея я еще буквально коротко сделаю несколько обобщений, и, соответственно, мы с вами будем расставаться до вечера, кто будет с нами на вебинаре. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич, здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Суходаев Алексей, кто не в курсе, я являюсь руководителем отдела иностранных переводов, также внешнеэкономической деятельности. Собственно, я хотел бы вас поздравить с тем, что на самом деле сейчас создается такое мощное движение, то есть идеологическое движение и подкрепленное реальными юридическими моментами, реальными... Так, меня плохо слышно. Хорошо, я сделал погромче. Собственно, реальными именно технологическими моментами и так далее, и мы выходим уже на общение, то есть и я в том числе, составляя аналитические записки под руководством Сергея Анатольевича Сибирякова, так скажем, получая огромный опыт, и мы действительно уже общаемся на высших кругах абсолютно. И рано или поздно, как любая деятельность, которая осуществляется постоянно, повсеместно, регулярно, она принесет результат, то есть положительный либо отрицательный результат будет, покажет время, но в любом случае результат будет. И, собственно, невозможно не пробиваться вот сквозь именно верхи, не то, что даже пробиваться, давать им информацию, что мы есть, что мы развиваемся, чтобы не было новостью никакой, когда мы уже разовьемся до сотен тысяч людей и каких-то мыслей, что мы конкуренты, что мы планируем сделать какой-то, например, захват определенных областей, либо политические какие-то движения и так далее. То есть мы делаем сугубо свое дело и дело общее для всей страны. То есть вот когда я писал аналитическую записку, вот я это четко осознавал и понимал. И, собственно, если нет людей, которые могут это понять, то, значит, такие люди будут появляться. То есть возможно появляться в том числе из нашей инвестпроводящей системы. То есть среди нас с вами, как это всегда и было за всю историю России. То есть появлялись люди, которые в корне меняли вообще какую-то историю страны. Таких примеров масса, их очень много. И, собственно, я думаю, что как раз такие примеры будут появляться в довольно непростое время, которое на сегодняшний день находится вся страна. И что я хочу сказать. Вот Сергей Анатольевич начинал. Ссылки я выше сбросил. Сейчас еще раз их перешлю, чтобы вы открыли и одновременно посмотрели с тем, что у нас планируется, собственно, по тестовому участку. То есть откройте эти ссылочки, вы увидите эко-технопарк, то есть с зелеными насаждениями и так далее. Кто-то задает вопрос, насколько это будет дороже. Ну, я думаю, что, по крайней мере, надеемся на это, что стоимость была просчитана изначально. То есть сейчас не то, что появилась идея сделать именно эко-технопарк, а не просто технопарк, не просто технологический тестовый участок. И, собственно, можно всех нас с вами поздравить, что Анатолий Эдуардович Леницкий действительно в этом плане визионер. То есть видел он то, что штаб-квартиру Apple планирует именно перестраивать в соответствии с экологическим таким вот бизнес-энкубатором с зелеными насаждениями и так далее. У нас будет еще даже пожарный водоем. То есть все по технике безопасности, все как должно быть. И наш тестовый участок, он должен соответствовать всем мировым трендам. То есть вся наша деятельность, она должна соответствовать всем мировым трендам. И деятельность по развертыванию именно попыток получения земли по одному гектару на человека на Дальнем Востоке. То есть это все делается не просто так. Это делается именно в тренде. И мировой тренд действительно именно строительство не то, что линейных городов. То есть это наше понятие, линейные города. Понятия, кстати, линейные города нет, потому что, собственно, нет такой транспортной системы, которая могла бы объединять именно по линейному масштабу. То есть есть высокоскоростные дороги, которые могут связывать города. Вот линейный город невозможно выстроить, потому что такой транспортной системы сейчас нет. И как раз таки вот группа компаний Skyway участниками и инвесторами, которые мы все являемся, как раз и планирует сделать революцию в транспортной сфере и вывести, соответственно, совершенно новый вид даже административных, инженерных зданий, сооружений. То есть это именно будет в тренде экологическом, который сейчас наблюдается во всем мире. И вот это вот то, что он сбросил в ссылках, действительно замечательно. То есть это доказывает, что наш с вами дейный вдохновитель, именно технологически, именно тот человек, который все просчитывает и так далее, он является человеком, который обладает очень мощной интуицией, знанием и черпает эти знания из какого-то источника, который для многих людей, видимо, недоступен. Потому что вряд ли Анатолий Эдуардович анализировал сайты зарубежные и так далее. Ну, собственно, английский, насколько я знаю, Анатолий Эдуардович не знает. И времени на это просто нет. То есть это только интуиция, это только предчувствие и это именно попадание в точку, в десяточку в мировом тренде, с чем я вас могу поздравить. То есть у меня были определенные доли, не то что даже сомнения, зачем вот эти вот зеленые насаждения и так далее. Ведь у нас индустриальная площадка, по сути, сейчас у меня сомнений вообще никаких нет. То есть это действительно заслуживает внимания и как раз таки иностранцы, которые будут приезжать на данный тестовый участок и далее смотреть, размышлять, насколько серьезно участвовать в инвестировании, насколько серьезно запрашивать именно технико-экономические обоснования адресных проектов. Собственно, сейчас я могу сказать со всей ответственностью и уверенностью, что данная идея, данный тренд действительно осуществим и необходим при применении. И замечательно, что он применяется, потому что это действительно мировой тренд. И я уже не раз приводил пример. Сегодня я не буду подробно останавливаться на технологической гонке, на гонке транспортных средств. Все вы уже, я думаю, прекрасно поняли, что конкуренты у нас основные это США, подтягиваются потихоньку и другие страны. То есть это в том числе Дания, это в том числе Польша и так далее. Но та концепция, рассматриваемая даже на примере моего региона, где я проживаю, это Уральский федеральный округ, на примере Екатеринбурга можно рассматривать Екатеринбург как вторую, так скажем, столицу Российской Федерации, если рассматривать с такой позиции, то, собственно, можно с должной мере уверенности сказать, что действительно данная агломерация может получить свое исполнение при том факте, что будет внедрена в повсеместное производство и использование именно струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть скоростной транспорт, скоростной транспорт городской, пассажирский либо грузовой именно эстакадного исполнения второго уровня. Сейчас есть у нас конкуренты и есть бывшие сподвижники Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть технология Pre-L планирует делать, пытается делать Adgex. Это часть конструкторов, которые предали в свое время Анатолию Эдуардовича Юницкого. Но получится или нет, так как задумал именно идейный вдохновитель и изобретатель этого всего вопрос открытый. То есть если не знать какого-то именно недостающего звена, то может появиться совершенно иной результат и вот как раз таки то, что задают чиновники и различные правительственные деятели, поедет это или нет. То есть будет ли это эффективно, будет ли это действительно работать. А если говорить про наше развитие, то по своему общению с руководством именно группы компании Skyway могу сказать, что действительно все идет по планам в плане тестового участка. То есть никто не говорил, что это за месяц, за неделю. Тут никак не подогнать именно бюрократические аппараты, то есть согласование земли и так далее. Ну и мы постоянно как фонд Skyway Invest Group общаемся с руководством компании, с маркетингом компании, со всеми абсолютно руководителями группы компании Skyway именно по тому поводу, какую информацию сейчас давать, чтобы не выдать одновременно, не сделать выкидыш, так скажем, от того ребенка, который у нас с вами родится. То есть подобный выкидыш был уже в Литве и собственно не хотелось бы его повторить. То есть поэтому Антолий Эдуардович не говорит про конкретное местоположение транспортного тестового участка всему свое время, то есть всему свое время. Это абсолютно мудрая такая пословица, потому что сейчас мы имеем уже определенный опыт именно в продвижении, не то что даже в продвижении, в представлении технологии в рамках целой страны. И как раз таки то, что сейчас Анатолий Эдуардович осуществляет с командой группы компании Skyway, это абсолютно правильно. Мы как Skyway Invest Group можем только получать эту информацию, так же как и все. И собственно наша задача именно обучать, просвещать. У нас появились очень мощные союзники, это общество знания, то есть совместно с ними уже после проведения апрельского форума в Москве мы будем плотно очень взаимодействовать. И соответственно будет проведен ряд мероприятий именно по конференциям в содействии с обществом знания по всем регионам Российской Федерации и не только. Собственно вот такое вот вкратце выступление, то есть я не хотел бы по нескольку раз одну и ту же тему освещать. Все уже поняли про конкуренцию в транспорте второго уровня. И собственно хотел бы закончить таким традиционным уже высказыванием, как «Строй Skyway спасай Россию, строй Skyway спасай весь мир». Благодарю за внимание. С вами Алексей Сукадоев. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, у тебя выступление становится более отлаженной, более лаконичной, более четкой, так сказать. Главное, чтобы мы потом не дошли до уровня лозунгов, чтобы ты начал лозунгами и закончил. Не то, что все равно, я могу сказать, Алексей, очень здорово, всегда с большим удовольствием смотрю выступления твои, потому что на те темы, которые обговариваем, которые надо показать, конечно, профессионализм растет прямо на глазах. Я опять же могу сказать, что мы с Алексеем познакомились почти ровно год назад. 29 марта мы проводили первую конференцию Skyway в Москве, которую назвали «Технология Skyway – русский прорыв». И, соответственно, Алексей приехал, мы там познакомились. Он сначала стал активным партнером, но потом уже, когда пошел проект Skyway Invest Group, уже вышел совет директоров. И вот сейчас мы с ним ведем и вебинары, и вместе конференции. Проводили в Челябинске, сейчас готовим в Екатеринбурге. И я могу сказать, что там, опять же, Алексей вышел инициатором работы и совместные проекты, связанные с созданием целой секции в обществе знаний. А общество знаний – это такой сбор неких интеллектуалов в регионах, которые сегодня работают. И это очень оказалась такая интересная работа. И у нас целая серия, сейчас будет порядка, наверное, 9 или 11 региональных конференций по разным городам, абсолютно по разным, именно с логикой новой индустриализации, перспектив России в ближайшие 15-20 лет в мировой глобальной экономике и, соответственно, те шаги, которые надо сделать. Так, инициатором изначально вышел Руслан Багиров. Ну да. А, ну это уже Алексей из скромности говорит. Ну, в общем-то, я вас что там, Руслан или это? Самое главное, что вы, молодежь, организовали этот вопрос с обществом знаний, который вышел сейчас в очень серьезный такой проект, программу и взаимодействие. Вот, то есть это, они тоже как просветительский проект, поэтому мы здесь... Так, где можно посмотреть? Значит, Валентина, я могу сказать, что пока у них был съезд две недели назад, где вы избирали нового президента, вот, им стал Бегалов такой депутат Николай из «Единой России», бывший руководитель агентства по образованию, который ЕГЭ вводил как раз очень такой интересный товарищ. Вот, мы с ним договорились, что мы сейчас начнем как раз проводить вот эту вот серию региональных конференций и итоговую уже потом будем проводить сначала в Екатеринбурге, а потом в Москве уже как после цикла вот этих региональных конференций, когда всем станет... Значит, а пока задача вот на последнем нашем съезде, ну, на позапрошлой неделе в обществе знаний, это было договориться со всеми руководителями региональных отделений о том, что мы начинаем делать совместные конференции. И, соответственно, тут у нас есть полное понимание, и, соответственно, мы активны там. Алексей, ты можешь ссылки скинуть вот на общую секцию, на общее обращение, которое мы делали, не обращение, а доклад, который вот раздавался всем руководителям региональных отделений. Вот на него можно сейчас как раз скинуть, сейчас Алексей вам скинет тот доклад, который делает. Вы посмотрите там, насколько это научно проработан и такой очень серьезный документ, почему все руководители региональных отделений единогласно, абсолютно все согласились проводить совместные конференции, потому что именно вот этот доклад и та секция, которая создана, она как раз показывает суть, что мы делаем, и они абсолютно здесь нас и поддерживают, и абсолютно мы с ними движемся в одном направлении. Так, друзья, значит, еще один коротенький вопрос, не то, что коротенький, это вопрос, который дальше будет выходить в наше дальнейшее развитие, просто чтобы вы представляли и движение, то, что мы делаем, связанное сейчас с линейным городом, вот, это то, что связано дальше с адресными проектами и с работой компании, то есть сейчас уже, если сейчас активно формируется и делается эта группа компаний SkyWay, это инновационный полигон, экотехнопарк SkyWay, это группа компаний, холдинг именно, которая разрабатывает технологию, то сейчас мы уже активно формируем и делаем еще один холдинг, еще одну группу компаний, которая будет уже работать на применение адресных проектов, это уже построение непосредственно сети из адресных проектов, поэтому эта группа компаний будет называться Transnet, и в этом плане сейчас уже юридически оформлена и работает компания RusTransnet, это которая разрабатывает сети адресных проектов с применением струнной технологии в России, вот, поэтому это русский Transnet. Такая же компания создана сейчас на Украине, это УкрТранснет, сейчас идет оформление такой компании в Казахстане, и уже работает, создана компания в Британии, это Transnet UK, это именно та компания, которая будет рассматривать проекты в Великой Британии, в Шотландии и там части Европы, вот, соответственно, это в рамках этой же компании, в рамках этого же холдинга начинает сейчас работать евразийская компания, которая будет делать проект по линейному городу, это Скайград Евразия, и как раз следующий проект, который мы начнем уже после конференции с вами обсуждать и делать, это тоже такой очень большой глобальный проект, но он очень важный и очень интересный, это все, что связано с построением новой экономики евразийского пространства, которая будет основываться на экспорте питьевой воды и природного холода. Эта программа, мы ее назвали «Русский холод», вот, соответственно, мы очень будем вам... Частично мы уже... Так, тут Юрий спрашивает кадровую базу. Вот как раз после апрельского форума мы... Ну, опять же, если Юрий сейчас встал этот вопрос, то я могу сказать, что мы на форуме объявим, а в апреле-май мы вам покажем, мы создаем сейчас свое учебное заведение, высшее учебное заведение, которое будет называться «Новый Евразийский университет». Именно с точки зрения... Это логик построения адресных проектов и так далее. То есть я буду один из руководителей этого именно обучающего проекта. Это, ну, скажем так, если сейчас то, что мы делаем на базе Skyway Invest Group, это общее образование, ну, скажем так, начальное образование, то это уже высшее учебное заведение, которое будет уже готовить специалистов. И вот мы на сентябрь... Это вы сейчас тоже первый раз, наверное, слышите эту информацию, мы ее будем озвучивать. Мы на сентябрь готовим уже как раз запуск такого обучающего цикла. Это чтобы из среды наших уже последователей и партнеров выбрали именно тех, кто будет обучаться в этом университете, и те, кто будут как раз... И те, кто... Топ-менеджеры, то есть руководители вот этих адресных проектов. И самое главное, мы будем обучать людей, кто будет запускать эти адресные проекты. То есть по какой схеме они будут создаваться, по какой схеме они будут юридически оформляться, и по каким образом они все будут взаимодействовать и дальше юридически и технически развиваться. Это вот как раз та работа, которую мы начнем пойти, что ли, третью вышку получать. Но, друзья, здесь пока не совсем мы ставим о высшем образовании. То есть это уже потом, когда мы выйдем в образование уже тех специалистов, которые нужны. А сейчас, друзья, наша задача, это из среды тех, кто подключился уже к проекту, выбирать тех, кто готов действовать дальше, для того, чтобы уже доводя определенную информацию, уже готовить людей, чтобы они были способны к руководству конкретных компаний, к запуску конкретных уже адресных проектов. Это вот такая цель и задача. И как раз вот сейчас Алексей, тут еще у нас получается такая инициативная группа из молодых вот таких талантливых ребят, которые уже начинают запускать несколько конкретных проектов по применению струнных технологий для того, чтобы получать серьезный эффект. Вот. То есть, соответственно, да, друзья, вот для этого мы как раз вот наш университет этот обучающую систему и запускаем. И как раз мы будем готовить сейчас, чтобы вы понимали, у нас система работает обучающая то, что мы делаем. Мы сейчас учим людей что? Получать информацию, нести дальше информацию. Потому что на сегодняшний момент для нас это самое главное, чтобы вы те, кто понимает и те, кто болеет за это дело, могли дальше нести. Чтобы вы могли, пользуясь нашими лейдингами, то есть теми страницами, которые мы готовим, пользуясь той информацией, теми методическими материалами, которые мы нарабатываем, чтобы вы могли донести людям то, что мы считаем нужным, то, что вы считаете приемлемым, чтобы люди к этому подключались. Вторая наша задача, это так как это сетевой маркетинг, как это развивающаяся система с привлечением новых участников, чтобы вы могли уже на этом сегодня зарабатывать. И вся система построена в интернете таким образом, что это может уже быть системой заработка сегодня. То есть это, конечно, не для всех. Это для определенной группы людей, которые понимают, хочет и самое главное умеет это делать. Вот наша задача, это научить собрать эту информацию и запустить этот процесс. И у нас тоже большое количество сегодня людей, которые активно и зарабатывают деньги уже сегодня. Это тоже для нас очень важно, потому что без этого активного развития тоже не может быть. А следующей нашей задачей, то, что мы ставим по уже образовательной программе, это уже следующий. То есть если говорить о градации общей школы, то это уже высшее образование. Да, это для тех, кто будет уже стоять в руководстве конкретных компаний, который будет строить уже как раз вот те многомиллионные и миллиардные бизнесы, которые будут развивать. И вот как раз в этом плане следующий большой проект, который мы запустим и куда мы вас будем уже приглашать и звать и продвигать, это как раз все, что связано с новым ресурсом евразийского пространства, с новым ресурсом России, это ее холод и ее питьевая вода. Это большая программа, мы будем показывать. И сразу могу сказать, что участвовать в этой программе будет, может получить право только тот, кто зарегистрировался на гектар земли под линейный город. Потому что если вы не зашли, логика очень простая, если вы не зашли акционером и не стали, то есть не зарегистрировались в Skyway Invest Group и не заявились на землю, то, соответственно, как же вы можете тогда быть участником продажи сибирского холода, это программа, которая идет в развитие этой системы. Поэтому это естественный вопрос, что для того, чтобы в ней участвовать, надо сначала заявиться на землю, а потом уже получить возможность быть причастным к продаже именно сибирского холода и чистой питьевой воды. Это следующий большой проект, который мы будем готовить и который именно будет таким адресным проектом. И следующий как раз где-то к осени мы сейчас готовим большую научную конференцию. То, что будет означать для России освоение наших северных месторождений, редкоземельных металлов. Это все, что связано с Танторским и Попегайским месторождением. Это тоже конкретный адресный проект, конкретное направление. И то же самое мы будем ставить вопрос, что тот, кто не является участником проекта по земле и по холоду, то мы будем ограничивать его право участия в проекте с редкоземельным металлом. Улика здесь очень простая и абсолютно прямая, что то, что будет добываться и делаться на Танторском месторождении редкоземельные металлы, они используются для того, чтобы строить трассы, связанные с транспортировкой воды и холода, и для того, чтобы строить линейный город. Потому что эти все проекты увязаны, поэтому мы как раз и с точки зрения участия тоже будем делать так, чтобы акционерам, которые являются наиболее активными, это было крайне интересно. И как раз на своих вебинарах и конференции Андрей Хавратов уже с точки зрения инноваций и расчетов будет показывать, насколько это будут интересные и привлекательные инвестиции уже конкретные в адресные проекты, и как они уже с точки зрения конкретной экономики будут капитализировать инвестиции. Не участие головной компании, потому что это своя экономика, это своя деятельность, а как раз то, что связано с капитализацией и участием в конкретных адресных проектах с применением уже конкретной технологии. Вот это как раз наша задача, которую мы будем с вами на ближайшее время решать. И то, что мы как раз будем сейчас все больше и больше показывать, уже переходить к конкретным бизнес-планам, конкретным расчетам. На это будет накладываться уже работа, связанная с полигоном, с демонстрацией, с сертификацией и, соответственно, испытаниями. Мы все это будем видеть, и дальше уже будет конкретное применение. Это как раз уже работа нашей конкретной группы, это уже Транснет-группы, которая будет развивать следующие адресные инвестиционные проекты по применению и, соответственно, дальше работа с инвесторами, с краудинвестингом, с крупными инвесторами, с политиками и так далее, и так далее. Эта вот работа сейчас вся активнейшим образом идет. И в октябре, то есть, как вы уже, наверное, заметили, мы уже на октябрь месяц, там, по-моему, на 16-17 число, отметили уже большой форум, второй международный экономический форум SkyWay, который будет уже сбором всех союзников. Это будет год работы нашего проекта SkyWay Invest Group. И там как раз мы уже и будем подводить первые итоги, и как раз будем запускать еще целый ряд адресных инвестиционных проектов, которые будут, соответственно, капитализировать и экономически показывать целесообразность то, что мы делаем. Так, запись будет обязательно, все идет. Так, друзья, да, у нас сегодня точно, вот Олег пишет, что да, у нас в 20, просто мы позиционируемся сейчас как, что и мы бы хотели, чтобы дальше это так развивалось, что 13 часов это все-таки вебинар для Сибири и Дальнего Востока, это где сдвижка со временем, где сейчас там в Владивостоке уже там порядка, наверное, 8-9 часов, да, вот в Сибири там 5-6 часов, вот, соответственно, это вебинар для Сибири и Дальнего Востока. А в 20 часов мы все-таки видим и хотели бы работать с теми, кто в европейской части, для кого 20 часов это конец рабочего дня, для кого это комфортное время, потому что очень много людей обращалось с просьбами, что не совсем удобно и корректно приглашать людей на вебинар, если он идет в 3-4 часа ночи. Соответственно, из этих соображений мы сделали вебинар в 15 часов и в 20, для нас это важные вещи, для того, чтобы вы все имели возможность донести информацию и пригласить, кого вы считали бы нужным, для того, чтобы человек получил аргументацию, для того, чтобы сам начал получать информацию, работать, это связано именно с донесением информации, которую мы сейчас делаем и задачей, которая и стоит перед вот нашими вебинарами и вот тех, кто их сейчас проводит. Поэтому мы как раз еще раз обращаемся к вам, чтобы вы все-таки активно работали, активно привлекали людей на наши вебинары, для того, чтобы мы постоянно увеличивались с точки зрения донесения информации, для того, чтобы наша расширяющаяся система становилась все более и более устойчивой. Потому что мы, как уже говорили, что у нас точка невозврата, это примерно, как мы считаем, где-то 200-250 тысяч человек. То есть как только, потому что сейчас 70 тысяч человек, мы уже начинаем подходить к той точке, что нас стали замечать. Вот. Так, а для людей с СНГ какие перспективы? Ну, друзья, здесь я могу сказать, что те, кто живет в Белоруссии, Казахстане, Армении, то есть в Евразийском экономическом союзе, для них это законодательно сейчас уже решается и по гектару земли, и по всему остальному. Я думаю, что до осени этот вопрос будет решен, они будут иметь такое же право получить эту землю. Для всех остальных мы уже говорили, что вот вот Молдова сейчас спрашивают, с Украины очень много, да и вообще людей, которые живут в других регионах, здесь мы говорим, что мы как раз берем на себя сейчас и обязательства, и инициативу, что когда нас будет больше 100 тысяч человек, то есть когда мы получим право законодательной инициативы, сегодня такой права нет, ее может иметь только тот, та организация, которая может под любой своей инициативой собрать 100 тысяч подписей. Вот как только мы подойдем к такому планке, соответственно, мы будем законодательно выходить на нашу и Государственную Думу, и правительство для того, чтобы дать право участия в проекте и получении земли, и участия в проекте в том числе и русский холод, и месторождение с редкоземельными металлами, дать всем желающим, которые разделяют цели и задачи, соответственно, развития нашей страны, территории и так далее, и так далее. Так, голосуйте за и все дела. Ну да, тут Юрий пишет, что проведите за присоединение с 1 апреля. Ну, друзья, я сказал, что я сегодня на 1 апреля ссылаться не буду, то есть еще раз вам скажу, что никаких шуток и никакой информации, которая относится к 1 апреля, вот, я сегодня не давал, поэтому единственная та шутка, которую мы вначале показали, это там, где дураки и энтузиасты, и, соответственно, дороги и, как там сказано, вот, рельеф. Соответственно, это то, что на сегодняшний момент я считаю шуткой, которая уместна, да, рельеф. Вот, поэтому эта задача очень, так сказать, решаемая, вот, и я могу сказать, что по мере того, как будет увеличиваться количество людей, которые участвуют в проекте и будет увеличиваться наше, скажем так, представительство и наша возможность, конечно, мы будем перед собой ставить все новые и новые, более, я могу сказать, такие широкие задачи. Вот, но это все, друзья, нас ожидает впереди, и это как раз будет зависеть от того, как мы с вами будем развиваться, как мы с вами будем работать, как мы будем реализовать те задачи, которые перед нами стоят сегодня. Вот, поэтому из таких текущих задач у нас сегодня, естественно, общая наша задача, как краудинвестинговая система, как образовательного проекта, это привлечение новых сторонников, это объемы инвестирования и, соответственно, развития конструкторского бюро, чтобы шла. Та инициатива, которой мы сейчас вышли, это оформление земли, значит, соответственно, мы сейчас юридически прорабатываем, соответственно, со всеми уже органами государственного управления, как форма должна, как этот механизм должен работать, как должен быть юридически, соответственно, этот механизм быть оформлен и каким образом мы все с вами станем, сначала за нами закрепят этот участок, когда мы начнем строить, он перейдет к нам в собственность именно как актив, как ресурс, который будет развивать наше с вами благосостояние компании и всей страны в целом. Вот этот механизм мы сейчас отрабатываем, делаем и вы будете все свидетелями, как это будет происходить, на каком этапе и, соответственно, каждый раз мы будем с вами обсуждать те или иные действия, которые будут происходить. И еще раз я уже говорил, что, друзья, не надо строить иллюзии, что это может быть за один день, за неделю или за месяц, это работа на несколько месяцев. И второй вопрос, дай бог, чтобы она была реализована и дошла до какого-то логического, скажем, практического результата, а все это не оказалось пустой болтовней, и вот эти вот чиновники все это не заболтали и, как всегда, не свели в песок. Но, друзья, это для нас тоже будет результат, потому что то, что мы с вами обсуждаем, это абсолютно конкретно, мы предлагаем конкретные шаги в конкретной программе. И если мы с вами получим такой результат при взаимодействии с чиновниками, с органами власти, это тоже просто будет очень серьезная иллюстрация, которая будет демонстрировать и показывать, как и что, как эта система работает, и мы четко будем понимать, что возможно в ней делать, а что невозможно. Это тоже очень такой хороший практический ход, который тоже так, а мы это кто? Юрий еще раз не понял вопрос. А, это не мне, это, наверное, мы 70 лет шутили, а нам... Ну, хорошо, а то уж я, Юрий, думал, когда я говорил, что зависит результат и мы будем обсуждать, то это вопрос мы ко мне, а оказалось это мы к тем, кто шутили. Ну, надеюсь, что да. Ну, все, друзья, на этом, соответственно, я считаю, что сегодняшняя часть нашей встречи закончена. У нас сегодня будет с Алексеем еще один вебинар в 20 часов для европейской части. Вопросы, я могу сказать, мы будем обсуждать все те же самые, то есть, потому что это то, что сегодня волнует, это земля, это развитие программы, это взаимодействие с органами власти, это наши перспективы и форум, который мы в ближайшее время проводим. Это, друзья, то, что мы будем обсуждать. Следующая наша встреча уже будет после форума, это в следующую среду. Вот, поэтому, друзья, те, кто будет на форуме, с большим удовольствием будем общаться, у нас три дня, пятница, суббота, воскресенье. Я думаю, что лично пообщаемся, все вопросы, которые будут, будем снимать. Соответственно, кто не сможет приехать, вот у меня тут Валера с Магнитогорска сказал, что очень хотел быть, но, к сожалению, по обстоятельствам очень серьезным не может приехать на форум. Это, естественно, друзья, что жизнь есть жизнь, вот, поэтому кто не может и кто будет следить, соответственно, друзья, следите за прямыми репортажами, следите за потом, то, что мы будем делать отчеты об этой конференции, то есть она, сразу могу сказать, будет очень интересной и очень полезной для всех, кто будет участвовать. Ну, а дальше, друзья, конечно, следующий форум уже, который будет в октябре, и мы рассчитываем собрать там не менее двух тысяч человек, если сейчас у нас где-то будет чуть больше пятиста, то, соответственно, там мы планируем уже за две тысячи человек, это, конечно, серьезная уже такая, как бы, и заявка, и организация, то там мы, конечно, уже хотели бы увидеть максимум своих союзников, сторонников, потому что это еще и определенный будет элемент демонстрации того, что проект развивается, проект работает, и он может собрать форумы в две тысячи человек, потому что не так много сегодня организаций и форумов, которые могут собрать такое количество сторонников, причем самое интересное, что если сегодня там наши три власть держащие обычно платят за такое родное участие, то мы сейчас, наоборот, и вход у нас обязательно идет с билетом сплатным, и инвестиции для этого надо определенно делать, и тем не менее мы сейчас имеем большое количество людей, которые хотят участвовать в этом проекте. Все, друзья, до встречи в Москве, строй SkyWay, спасай Россию, строй Транснет уже, мы с вами приступили к строительству Транснету, соответственно, строй Евразию, поэтому это очень важные для нас шаги, до встречи на московском форуме и на следующих наших вебинарах. Все, друзья, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok